Вы знаете, в любой организации, в любом обществе есть преимущества и есть недостатки. В любой семье есть преимущества и есть недостатки. А есть еще проблемы, или я бы их назвал вызовы. И в моем мировоззрении вызовы от недостатков очень сильно отличаются. Потому что вызовы — это то, что может стать твоим преимуществом. Или оно уже в действительности является твоим преимуществом, какая-то проблема, которая сейчас присутствует. Но если ее мудро решить с Божьей помощью, это станет сразу каким-то достоянием того или иного общества, той или иной компании. И вы знаете, несмотря на то, что сегодня здесь присутствует очень много людей, которые пришли сюда в первый раз, нас смотрят наши дорогие зрители, возможно, в первый раз тоже, возможно, нет. И мы, может быть, с разных динаминаций здесь присутствуем и там в эфире. Но сегодня у меня есть особое побуждение говорить в первую очередь к членам моей дорогой церкви, а также к членам церкви, динаминации которой принадлежу я. Но я убежден, что Дух Святой, Он будет говорить каждому, абсолютно каждому. Вы знаете, церковь Адвентистов седьмого дня, она имеет огромное благословение во многих сферах. То, что церковь наша делает по всему миру, это просто великое дело, друзья мои, в направлении здоровья, в направлении миссионерства, в направлении постройки новых общин, в тех местах, где, в принципе, о Боге люди нигде не знали. Тысячи, тысячи церквей строятся по всему миру. И миссионеры едут в отдаленные острова, где никто, даже YouTube не может туда достучаться. А они едут и несут там служение. В действительности, о преимуществах, о благах церкви, которую я очень люблю, которой дорожу, можно говорить долго. Но сегодня хотелось бы поговорить о проблемах или о вызовах. И вы знаете, чтобы было легче, потому что сразу много вызовов за раз не решишь, то хотелось бы сконцентрироваться на одном, в котором я вижу огромную-огромную проблематику, которую нам нужно с Духом Святым, посредством Духа Святого решать. И нет, друзья, это не связано с войной между вегетарианцами и массоедами, которая, наверное, решится уже в Царстве Небесном полностью. И это никак не касается того, что есть те люди, которые труды Иллина Уайт считают больше, чем Библию. И это никак не связано с тем, что музыка у нас то слишком консервативная. Других вариантов, наверное, нету здесь. Но бывают, наверное, либеральные какие-то порывы. Но здесь проще. Знаете, вот пришел Никита Исаков, и сразу как-то проще стало. Можно вздохнуть, но, крайне говоря, мне легче. Слава Господу за то, что он использует нашу группу прославления. И в других местах, когда рождаются такие, знаете, очаги такого вдохновения, среднего такого вот, среднего контраста, когда есть и вдохновение, есть и прославление, но в то же самое время так, чтобы не... Туда вот. Ну, как-то так, красиво. И эта проблема не связана с тем, что в нашей церкви порой сложно выразить свои эмоции, свою радость. Знаете, мы не умеем пока что выражать свою радость еще. Я вот наблюдал сегодня элементарно за нашим прославлением такая песня. «Славлю Бога в небесах». И я смотрю, Машенька, одна из участников группы прославления сегодня, такая, знаете, думает, ну так, чтобы не сильно, чтобы никого не смутить. «Славлю Бога в небе». И каждый раз, знаете, смотрит на людей, такая, все тише и тише, а потом такая, ну... И что-то такое происходит. Знаете, иногда, наверное, мы стоим в зале, в том числе, и мы думаем, так, ну такая песня радостная, сейчас бы проявить эту радость. «Да нет же, слушай, ну как общество-то поймет? У нас же это как-то не принято. У нас это вот не надо. И поэтому не дай Боже, кто-то руку поднимет. Славлю Бога в небе, ты что? Я не знаю, что будет на самом деле. Надо провести этот эксперимент». Ну ладно, друзья, мы не об этой проблеме. Знаете, это вообще я бы не сказал, что большая проблема. По крайней мере, я думаю, она решится. Так как Богу будет угодно, в том месте, где Богу будет угодно, и все будет хорошо. Хотелось бы сегодня затронуть такую проблему, вызов, связанный с искренним лицемерием. Такое несовместимое, казалось бы, да, вот что-то сказал, недобровозумительное. Что значит искреннее лицемерие? В чем иногда оно у нас проявляется? И почему оно искреннее? Почему это не просто какая-то специальная такая постанова, кликбейт какой-то в проповеди, да? Я действительно вижу совмещение несовместимого в одной сфере, в нашей церкви. Из-за чего мы не можем больше влиять на этот мир. Мы не можем достучаться до сердец огромного количества людей, потому что сами в себе нечто не решили. И есть один момент, в котором мы действительно полностью искренны, мы в это верим до конца, мы хотим этого полностью. И в тот же самый момент, когда дело подходит к практике, то вот то, что мы проповедуем, оно максимально куда-то сворачивается так, и оно не может красиво совместиться. Наша проповедь с нашими действиями. И выходит, что вроде бы как мы искренны, но в тот же самый момент мы немного лицемерим, потому что люди не видят нас то, что мы проповедуем. Как вы думаете, о чем я? Ну, вы думаете, это хорошо думать. А я озвучу то, на что в последнее время Господь обращает мое внимание, и что я очень бы хотел, чтобы в моей семье лично и в моей церковной семье это было решено. Друзья мои, это наше отношение к субботе. Маша говорит, что так и знала. Вы знаете, хотелось бы наше духовное размышление условно поделить на три части. Первое, это совсем коротко, совсем коротко я скажу о том, почему мое глубокое убеждение в том, что суббота, она актуальна для нас сегодня. Это не ветхозаветное, какое-то такое вот ушедшее в прошлое постановление Божье. Это то, что имеет особую актуальность сегодня. Кому интересна эта тема, вы, во-первых, можете подойти лично со мной пообщаться, сказать свое ФБ и тому подобное, почему я вообще не прав, заблуждаюсь, и мне нужно каяться срочно. Я вам скажу свою позицию, и у нас будет время пообщаться. Здесь у нас не будет много времени. Наши дорогие зрители, кому интересно, вы можете найти проповедь, которая называется «Суббота или воскресенье, День Господень». Там чуть-чуть больше мы об этом говорили уже однажды. Но если очень коротко, друзья мои, то та заповедь, которую я хотел бы вместе с вами прочитать еще раз, и я постараюсь очень коротко сказать мое убеждение, почему оно актуально для нас сегодня. Звучит оно так. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Мы можем очень много текстов в Библии читать, подчеркивающих, насколько важен день Господень, суббота для Господа. То, что Он его постановил. У Него была цель основная. И очень коротко сейчас бы хотел, чтобы вы обратили внимание на экран. Сейчас наши операторы постараются вывести несколько слайдов. Мы не будем зачитывать все эти тексты. Они взяты из Нового Завета, где в Новом Завете говорится о субботе. Вы можете просто записать эти тексты, они останутся в проповеди, в эфире, поизучать их, порассматривать. Мы видим о том, что Иисус очень трепетно относится к субботе. Он пытается разбить те стереотипы, которые, к сожалению, веками были сложены, и фарисеи сделали из субботы что-то страшное, что-то такое тяжелое, нерадостное. И они пытались еще упрекать Иисуса, то есть пытались Иисуса учить, как вести себя в тот день, который Он поставил. Ну, на практике это было максимально, конечно, интересно понаблюдать, как это было, но что-то тезисно в Библии нам описывается, как Господь им отвечал. В разных Евангелиях, посмотрите, и в том числе в деяниях апостолов, когда Павел, мы можем посмотреть отношение Павла к субботе на практике, потому что, конечно, кто противится субботе, и он говорит, что это все, смотрите, посмотрите, давайте Павла почитаем, чтобы понять, что суббота ушла туда, куда-то, канула в лето, да. Во-первых, Господь на кресте, когда был распят Иисус, этот закон упразднил, он конец закону, говорят, плюс приводят тексты, где Павел говорит, что субботы, в общем, смотрите, день не имеет значения, ну, в римлянам, вы знаете, он и в коринфянам про это говорит. И, друзья, здесь очень коротко. Важно, во-первых, увидеть, как Павел на практике относился к субботе в деяниях апостолов, каким образом он проповедовал именно в субботу, каким образом в синагоге, в церквях, каким образом он язычникам делал собрание именно в субботу, что интересно. Написано, что собирались язычники, просили их говорить о том же в следующую субботу, да, то есть, ну, это очень интересно поизучать. И потом, когда мы сегодня не сможем разобрать вот эти сложные места, которые так называются, сложными местами в плане субботы, потому что будет посыл, месседж обращен в первую очередь для тех, у кого вопрос не стоит, что это истина или нет. Но, друзья мои, только один очень важный здесь принцип скажу. Во-первых, когда апостол Павел проповедовал, он в первую очередь проповедовал язычникам. Это была его миссия, это было его призвание. И мы прекрасно знаем, что когда ты говоришь о Господе тем людям, которые только-только в первый раз слышат об этом, но это самый, самый немудрый человек, не буду подбирать тут какие-то эпитеты, самый немудрый человек, он будет начинать говорить о Господе с тем спорных каких-то, с тем сложных. Хотя, более того, знаете, на те времена тема субботы вообще не была спорной. Во времена апостола Павла тогда все христиане, все до единого, они приходили на поклонение в день Господень. Ну, можете изучить это, это очень интересно. Но, тем не менее, он понимал, что для язычников, когда они поклонялись, у них был священный день воскресения, но не нужно было им там ломать сразу через колено, прогибать, рассказывать про субботу и так далее. И поэтому он наоборот, он спорил с верующими людьми и на критику Павла, а критика, знаешь, ну, хейтерство, оно в основном как? Оно же в основном от своих происходит. И сам Иисус сказал, что пророка нет где, в первую очередь, нет чести у пророка в своем Отечестве. И на Павла больше всего как раз наговаривали, упрекали, осуждали его свои иудеи, христиане, не понявшие до конца, что Господь и для язычников открывается. И поэтому Павел говорит, послушайте, вы, пожалуйста, вот с днями не спорьте, окей? И если вам интересно, вы Деяние 15 главу, вот прям сегодня придите домой и прочтите, как апостола Павла упрекали на первом так называемом соборе церкви под предводительством Иакова, они вызвали их и говорят, а ну, ребята, идите сюда, что это вы там этим окаянным рассказываете? Не гоже, только вот мы должны спасаться, иудеи, христиане, евреи, да, а Павел им рассказывает, смотрите, Господь ведет, Дух Святой сходит на этих людей. Когда он им это все порассказывал, Дух Святой на этом собрании начал работать, и по итогу этого собрания, вот этот так называемый собор направляет людей к этим язычникам и говорит, послушайте, вот что для вас важно, раз, два, три, пару тезисов, а все остальное оно со временем придет. И, кстати, самое интересное, что среди этих тезисов, исправьте меня, если я не прав, но там не было субботы даже, оно придет со временем, знаете, как открывается. Но для тех людей, которые считают по сей день у нас с вами, что это не имеет значения, вообще, день Господень не имеет значения, какой это день, как говорят, я же каждый день с Господа, каждый день с Господа, это может быть среда, вторник, вообще не имеет значения, но просто так сложилось, что большинство поклоняется Господу в воскресенье. То есть здесь только одно я сейчас скажу, друзья мои, в молитве с Богом пообщайтесь на следующую тему. Господи, я вижу, что заповедь о субботе, она не актуальна. То есть день не принципиален. Но сам-то принцип. Давайте так, есть такая вилка в шахматах, знаете, понятие такое, когда, я думаю, многие знают, что такое шахматы, когда ты ставишь таким образом ход, что противник в следующий раз по-любому что-то теряет. То есть ты забираешь либо там туру, к примеру, либо ферзя. Обычно человек, который ставит такой ход, он радуется. Тот, кому ставит, он досадует, потому что обидно, потерял что-то. Так вот интересно, что в христианстве есть тоже понятие вилки определенные. Когда мы подходим к Божьему закону, то мы говорим так, Господь Иисус отменил закон. Окей. Если Господь отменил закон, то есть 10 заповедей, вечное постановление, которое он дал, то давайте будем вообще свободны и легки и вот это все, что там сказано о прелюбодействии, о убийствах, о кражах. Ну, друзья мои, да позвольте мне. Вообще не проблема. Мы вычеркнем такой пункт из наших церквей, как, например, нельзя спать с другими женами. Ну, почему нет? Под настроение. Знаете, вот сегодня хорошо, а на следующий день настроение поменялось, и мы махнемся женами. Ну, так. Абсурдно звучит, глупо, немыслимо. Подождите, ну, так это же Господь сказал непосредственно там. Не прелюбодействие, говорит. Или давайте, знаете как, будем, например, с этого дня официально непокорны своим родителям. Дети, скажем, слушайте, вот у вас свое видение, давайте, по современным тенденциям. Вот такое свободное тинейджерство, у вас своя жизнь, у вас свои правила, родители там, ну, можете так, более-менее с ними считаться, но не суть важна. Друзья мои, если мы начнем вот так вот по одной выдергивать, то мы придем реально к анархии, не говоря уже к духовному полному беспределу в нашей жизни. И тогда просто вопрос такой, который, кстати, задают люди, которые в поисках, они в замешательстве. Хорошо, если все-таки 10 заповедей, не церемониальный закон, который действительно потерял свою актуальность, мы это знаем, а 10 заповедей, если они важны для нас, если мы хотим чтить нашего Господа единого, если мы хотим поклоняться идолам, если мы хотим по отношению к другим людям поступать так, как Господь нам повелел, то почему именно эту заповедь мы забираем? То есть, ну, нелогично, Господь нигде этого не говорил, что вот смотрите, теперь вот так. И поэтому, друзья мои, здесь вот такая вот вилка срабатывает, то есть, или мы идем до конца по этому пути и говорим, Господи, я проявляю свою любовь к Тебе тем, что просто стараюсь исполнять Твой закон. И здесь важно, конечно, спасаемся мы по благодати, по вере, не через дела закона. Вы слышали когда-то о понятиях Царство Небесное и Царство Божие? Вы знаете, это очень интересная тема. На самом деле, богословы спорят, есть разные версии. Кто-то говорит, что Царство Небесное, когда Иисус проговаривает, это Он так называет свою, так скажем, раввиновскую школу. Ну, то бишь, у каждого раввина, учителя, у Него была своя школа, имелось свое название, и Иисус назвал здесь Царство Небесное. Есть такая, ну вот, линия, даже красиво выстроена в этом видении, и она интересная. Но я ее проверял, в моем мировоззрении она не сходится, потому что все-таки Иисус говорит там о Царстве Божии, там о Царстве Небесном, в одном и том же контексте, но оно не получается. То есть, просто эти богословы говорят, что есть Царство Небесное, есть Царство Божие. Царство Божие это на Небесах, а Царство Небесное это вот Иисус так школу свою назвал. Но я с этим не могу согласиться. Все-таки мое понимание, что Господь иногда упоминает там такой термин, там другой термин, но это вроде бы как синонимы. Но для нашего более легкого понимания сейчас это важно. Давайте сделаем так. На основании текста Царствие Божие внутри вас есть, слышали такое, да? Он в Англии от Луки записан. Иисус говорит, что вы не ищите, что вот там вот оно придет, там или здесь. Оно придет как бы тайным образом. Царствие Божие внутри вас есть. И на этом строят теории, друзья мои, что Иисус вообще не будет приходить. Христиане конкретно проповедуют сегодня в Ютубе очень открыто. Смотрите, ничего не будет, вы ничего вообще не ждите. Вы что, глупенькие что ли? Посмотрите, написано Царствие Божие внутри вас есть. То есть, вы сами его создаете здесь. Понимаете? И если оно будет у нас тут вот рождаться, то будет мир во всем мире, будет новое мировое правление, где все будет хорошо. Будут править верующие люди, миром закончатся все войны, и все будет хорошо. Ну, друзья мои, ну, это вообще, знаете, это как прочитал две странички на ночь глядя. Бабушка прочитала, и такая, ой, интересно. Ну, а пол Библии ты вообще куда дел? Где говорится про непосредственно пришествие Господне, о том, что Он придет во славе, о том, что Он заберет своих искупленных на небеса, потом о том, что мы будем царствовать на новой земле вечно. Абсолютно новой земле, абсолютно новой. Об этом говорят масса пророчеств. Так, а все-таки, куда девать вот это Царство Божие внутри вас есть? И знаете что, друзья мои, здесь максимально все просто. Царствие небесное, давайте для простоты терминологии назовем так, Царство Небесное, оно наступит тогда, когда придет Христос. Он заберет на небеса. Все логично, все складывается. Царство Небесное, тогда начнется. Но Царство Божие, оно будет продолжаться там, но началось уже здесь, мы это знаем, мы это должны знать. Царствие Божие, оно по сути своей, друзья мои, начинается действительно здесь, внутри нашего сердца, не на уровне всего мира, не дождемся здесь, друзья мои, но не дождемся, при всем оптимизме. Не будет здесь на земле Царство Божие до второго пришествия Христа, понимаете? Произойдут катаклизмы, произойдет так, что мир полностью перевернется, все дела на этой земле сгорят, полностью, так пишет апостол Петр. И поэтому, друзья мои, но Царство Божие, это то, что внутри нас. И что интересно, спасаемся мы по благодати, по вере, безусловно, показываем свою веру, вроде бы как на делах, но, друзья мои, закон Господень, данный нам, это закон Его Царства, понимаете? Царство Божие. И ты не можешь быть счастлив и действительно радоваться Господу и радовать Бога, находясь на этой земле и живя не по Его закону. Ты здесь по-любому лицемеришь. Ты говоришь, Господи, я хочу Твое Царствие принять уже в сердце, я хочу уже начать жить в Твоем Царстве под Твоим благословением, в Твоем мире, покое, но по Моим правилам, по Моим законам. Господь говорит, дружище, разберись, пожалуйста, в этом, либо в Царстве дьявола по Твоим законам, либо в Моем Царстве по Моим законам. В общем, вторая часть нашей проповеди. Теперь придем к следующей части. Для тех, кто разобрался давным-давно в этом вопросе и который искренне убежден в том, что День Господень, суббота, это что-то важное, что-то святое. И то, что мы должны отделять, освящать. Кстати, вы знаете, что интересно, мы прочитали заповедь, да, этого, и слово Кадаш, вот это, быть святым, быть святым, посвященным, являть святость, оно очень много раз используется в Слове Божьем. И когда Господь говорит Моисею, например, непосредственно, пойди к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымоет одежды свои. Или в другом месте, где написано про Кейсае, а Господь Савоов превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде. И что интересно, даже несколько раз это слово, Кадаш, которое в заповеди написано, чтобы светить его, оно упоминается в Иеремии, в 6 главе, приготовляйте против нее войну. с приготовлением связано это слово непосредственно. И мы понимаем, да, этот день мы освящаем, мы сами освящаемся, мы являем святость в этот день, святость. И здесь самая серьезная проблема, о которой я начал говорить с самого начала, и мы к ней подошли. Этот вызов не сопоставляется у нас следующее. Мы говорим, суббота это благословение, это радость, это огромное преимущество, это наше достояние, это наш такой вот очаг особых отношений с Богом, формирования отношений, когда мы вот так вот, все у нас хорошо, все прекрасно. Пока мы не сталкиваемся с практикой. И я думаю, об этом много, вы уже слышали, да и сами чувствуете, что по сути-то своей на практике мы либо чувствуем себя ну как бы вообще свободными, то бишь никак не отделяем этот день, и у нас все хорошо, либо мы его отделяем, но как ни крути, ждем больше прихода воскресения. Ну то есть, чтобы суббота закончилась, и мы так, знаете, ну не то чтобы ждем, но мы так вот, фух, и я, наверное, уже рассказывал когда-то о своем опыте, когда я был членом церкви большой, большого храма, и когда мы в летом, когда 21.30 закат солнца, то есть, заканчивается суббота, мы все вышли после служения в 20.00, и начинаем уже, так знаете, кучками собрались, и начинаем, о том уже поговорили о сем, и все вместе стоим, и ждем, пока вместе помолимся, чтобы после этого началась жизнь, чтобы мы после этого пошли, ну там, в кино, вот в эти все места, куда нам прямо живут, ну когда, ну когда это уже придет. и получается как, если бы люди увидели действительно вот эту радость, полноценную, такую, знаете, до конца посвященную, когда для нас этот день, это что-то такое вот благословенное, что-то святое, когда у нас лица сияют, и когда мы говорим, неужели, серьезно, уже закончилось, мы даже не заметили, а давайте мы еще, давайте мы не будем сейчас молиться и благодарить Господа за субботу, давайте мы продолжим быть вот в этом состоянии, вот в этой субботе, которой нам так сильно хочется, Господи, а ты еще продлишь ее, вот это вот состояние. Возможно, конечно, я говорю это сегодня сам для себя, и все остальные сидят и думают, пастор, о чем ты вообще, я тебя не понимаю, но если вы понимаете, о чем я говорю, то нам важно поразмышлять, почему так происходит? Почему иногда суббота, если искренно взвесить, ну не совсем в радость? И сегодня хотелось бы обсудить вот ряд вот этих вот причин, почему так происходит. А знаете, почему так происходит, друзья мои? Ответ лежит-то на поверхности, он лежит в самой заповеди, и просто на нашем неправильном или выборочном ее исполнении. О чем я говорю? Смотрите, как получается. Написано, помни день субботний, чтобы светить его. Конечно, все очень просто, вы это уже, наверное, слышали, но я затрону еще раз эту тему. Помни. Помни это не встреть, не взначай. Тебе такой, опа, ничего себе, суббота пришла. Что там? А, быстренько, быстренько, вот мы то, то успели поделать, там все, ворвались такие. Шаббат. Шалом. Пот стекает. Ты такой вот ворвался в эту субботу и такой, ух, помни написано. Помни, это когда ты помнишь, готовишься и ты ждешь, действительно. И, вы знаете, вообще суббота здесь, вот это вот, недельный такой цикл, это как частичка Царствия Небесного, которую Господь нам оставил еще при грехопадении, для того, чтобы мы помнили о том, что будет реально потом в вечности продолжаться. Вы знаете, что в вечности там действительно будет суббота какое-то тоже особенное такое времяпровождение, наверняка, но по сути состояние наше, оно будет всегда там такое вот шабатное. Такого контраста, как сейчас, мы ощущаем, там не будет. И здесь очень интересно, это касается тех, кто принимает субботу и тех, кто не принимает субботу. Мы говорим, ой, как там будет потрясающе на небесах. Ой, как там будет. Это же мы будем всегда с Господом, представляешь? Вот мы будем всегда с Господом. И это будет так легко, это будет так благословенно. А Господь тебе говорит, послушай, да, это будет, но сейчас я бы хотел провести с тобой один день особенный. Один день с Господом. Вот без всякой суеты, а вот один день с Господом. Мы такие, оказывается, да это проблема один день с Господом. Мы, оказывается, иногда не понимаем, что в этот день с Господом делать-то. И представьте себе ситуацию. Я с моей любимой женой. Вот мы строим отношения. Мы встречались вместе. Мы поняли, что нам друг с другом хорошо. Мы поженились. Счастье-то какое. И вот мы живем вместе, любим друг друга. Мы про эту любовь как только можем. И в Инстаграме, и при встрече с знакомым. Мы говорим, у нас любовь. Я люблю мою жену Машу. Люблю бастямы. Но как получается, бытовуха засасывает. Выходит так, что утром 15 минут привет, как дела, нормально, что-то, как выспалась, да, все хорошо, оп, и на работу, и там так вот все крутится, крутится вечером, приходим, такой, ну как, да, все неплохо, ну как, все, оп. выспались, иногда не выспались, может быть, но суть в том, что вот такие вот иногда бывают отношения у нас. И представьте себе такой момент. Потом жена говорит, слушай, хотелось бы особенной близости, вот хотелось бы, чтобы у нас был день, когда только ты и я, когда вот только вместе, когда без работы, когда без социальных сетей, когда без кино, когда только ты и я. И такой, классная идея, хорошо, давай, безусловно. И сам думаешь, подожди, ну а с другой стороны, а нам что, плохо? У нас же вроде бы как все складывается. Все знают, что мы вместе, все видят наше счастье, мы его показываем. Ну, ладно, давай попробуем. И приходит день какой-то, пускай будет это среда. Приходит день назначенный, когда вот целый день вместе. Я прихожу со своей женой и такой, ну вот мы сели, начали общаться, 15 минут стандартных поговорили, потом пошли следующие 15 минут, ну там нашли темы. И представьте себе, если бы было так, что проходит час, проходит два, а ты уже такой сидишь, ну думаешь, так что там, ну как бы так вот, слушай, мне бы туда выйти, я сейчас выйду, секунду, мне по делам. Ты выходишь, застаешь, что там начинаешь инстаграм листать, думаешь, хух, вот сейчас полегчало, сейчас о чем мы будем говорить дальше? Потом приходишь еще так, вот поговорил немножечко, и потом, слушай, зайка, ты знаешь, вот прям, ну так надо сделать одно дело, ты себе не представляешь, но мы с тобой, это же, мы с тобой и так вместе постоянно, правда? Мы с тобой договорим, там потом ничего, а мне сейчас надо по делам, порешать вопросы. И ты выходишь туда на работу, опять едешь, решаешь там дела такие. Я рисую какую-то странную ситуацию абсолютно. А может быть, иногда и не странную в некоторых семьях. Но точно я знаю, что иногда в моей христианской жизни что-то происходит так вот с Господом. И вы знаете, этого не нужно стесняться, внутри себя признаваться об этом. То, что мы, когда имеем возможность отделить день для Бога и провести день с Ним, но что-то не получается в итоге. И мы постоянно думаем и вспоминаем, о, знаете что, мы сделаем Богу приятное, знаете как? Потому что у нас есть список того, чего нельзя делать в этот день. И вот если мы по этому списку пройдемся, и мы все в этот день не сделаем, вот это Господу будет приятно. И вот это мы станем, наверное, ближе с Ним. А теперь представьте, что мы берем с собой этот список туда на небеса, и каждый день, вот это мне нельзя делать, и вот это нельзя, я прохожусь, прохожусь и становлюсь ближе с Богом, потому что не делаю этого, третьего и десятого. Представьте, да это же, друзья мои, мученичество чистой воды на вечном основании. Я бы не хотел. И поэтому вы знаете, что в нашем мышлении реально надо менять. Молить Бога, чтобы Он показывал нам, Господи, что я могу делать в субботу, что классного действительно я могу, какие возможности у меня есть, и каким образом сделать так, чтобы я, Господи, когда подходил к субботе, я радовался, и у меня не было такого постоянно, это же мы с друзьями придем сейчас, там настолочки, но надо какие-то такие настолочки, более-менее кошерные, ну так, чтобы там, по крайней мере, без убийств. Вот если будет настолка без убийств, это субботний вариант. Ну, другого же адекватного не придумали, чтоб этих креативщиков, где же вы, креативщики, адвентисты? Почему вы не делаете адвентистские настольные игры? Почему вы заставляете нас мучиться? А интересно, что Господь-то показывает, что нам нужно делать, друзья мои. Господь показывает, вы помните? Иисус своей жизнью показывал. Например, в Евангелии, в трех Евангелиях, в целых трех Евангелиях описана история о том, как Иисус исцелял человека, у которого была иссохшая рука. И во всех этих Евангелиях фарисеи его обвиняют. Смотри, ты что, ты что планируешь сейчас делать в субботу, святой день, где один из пунктов, что, ну, нельзя, по крайней мере, этого пункта нету, что можно исцелять. Вот нет этого пункта. Ты что, планируешь исцелять? А Иисус ему говорит, «Послушайте, он их обличает. Причем, я уверен, что довольно так вот строго обличает. Он говорит, вы лицемеры? Если бы ваша одна овечка в субботу упала в яму, вы что бы, смотрели, как она там бекает-вякает и умирает? Вы бы ее вытащили? И написано, и все молчали. Нечего сказать. И вполне возможно, что Господь использовал реальную ситуацию жизненную, зная мысль людей, зная судьбы людей. И, может быть, какой-то из фарисеев вспомнил, «Точно, мне же было такое в жизни, я доставал». И Господь говорит, так вот, приходит к очень сильному заявлению, «Можно делать добро в субботу». И мы часто, друзья мои, вот это «можно», мы оставляем на уровне, «Ну, можно, ну, вот пусть кайтом кто-то это делает». А у нас суббота для священного сна. Или для священного просто сбора людей, чтобы просто поговорить, пообщаться. Ну, на те темы. Ну, не важно уже. Главное, что мы с единомышленниками общаемся. Но Господь, посмотрите, когда Он был на этой земле, реально, сколько написано историй, когда Он в субботу как раз, как раз больше даже делал, чем в другие дни. Именно добра, именно исцеления, именно освобождения. Господь использовал субботу как день для того, чтобы людям дать какое-то освобождение, друзья мои. И поэтому, знаете, я в своем христианстве, я в своем адвентизме очень хочу пересмотреть этот вопрос, чтобы для меня суббота стала временем, когда я могу проявить милосердие. Да, я должен его проявлять каждый день, но послушайте, когда ты день отделяешь для Бога отдельно, то это не означает, что ты должен сесть на кресло и медитировать, и ждать, пока Бог тебе что-то проговорит. Бог говорит, ты делай то, что делает тебя ближе со мной. Знаете, когда суббота, единственное, когда суббота проходит во славу Божию. Когда по ее окончанию ты говоришь, Господи, спасибо тебе за этот день, за субботний день, и ты реально ощущаешь, реально ощущаешь, что ты стал хотя бы чуточку ближе к нему. А для этого, друзья мои, реально иногда бывает мало просто собраться вместе и просто поговорить на темы, которые не являются мирскими сильно, ну и духовными особо не являются. Ну согласитесь, бывает же такое, что мы проводим субботу, у нас наполненности никакой нету. Мы встретились, мы попели, но где эта близость с Богом? И Господь говорит, смотрите, делать добро, если ты будешь делать добро, проявлять милосердие, ты будешь становиться ближе к Богу. Второе, друзья мои, что мне кажется в моей христианской жизни мешает мне ощутить радость полноценную от субботы, это пренебрежение другой части заповеди Господней, когда говорится «Шесть дней работай, делай всякие дела твои». Сейчас буду вас призывать работать шесть дней. Готовы к этому? Может быть и не буду, но давайте задумаемся. У нас как получается? Мы пять дней работаем, хоть ты тресни. Бывают трудоголики, работают так, с расчетом на то, что скоро суббота, я высплюсь, но они работают наверняка. Потом приходит суббота, они чуть-чуть поспали, потом вот так вот выспались, потом подождали, суббота закончилась, и потом приходит воскресенье, когда мы отдыхаем от субботы. Знаете, как мы пошли туда, пошли, вот сделали то. Я не знаю, я просто делюсь своим ощущением иногда, но бывает такое, друзья мои, что от воскресенья ты получаешь ну как-то так удовлетворение больше даже, потому что ты делаешь то, что тебе вот нравится, потому что ты вот сделаешь то, что тебе нравится, а то, что Бог хотел, как бы мы, чтобы с Ним проводили время в субботу, это мы до конца не видим, это у нас не получается. И поэтому, друзья мои, мне кажется, что мы не обязаны, безусловно, теперь шести рабочей, шести рабочую неделю себе устраивать, но при этом всем, у нас тот же воскресенье, если мы отделяем субботу для Господа, оно должно быть наполнено, целенаправлено какими-то мероприятиями, какими-то делами. Если мы в воскресенье встаем и такие, ну а что у нас тут, что у нас тут за день? Ну, я не знаю. Посмотрю кино. Или, слушай, что бы вообще тут делать? Ну, я знаю, я буду просто валяться до двенадцати. Разве не рай? И вот в этом таком воскресенье, друзья мои, мне кажется, что мы нарушаем заповедь Господню, потому что Он говорит, что суббота для меня, и вы особенный покой почувствуете. А если вы чувствуете целенаправленно покой еще постоянно в какой-то другой день такой, или хотите, или ищете его, или не планируете этот дел иначе, ну тогда, друзья мои, уже какой-то происходит диссонанс здесь. Поэтому когда мы работаем на наших работах, учимся в поте лица, мы должны это делать, во-первых, усердно, чтобы мы действительно уставали, но не перегибая для того, чтобы субботу могли прославить Бога, а не сами по себе выспаться. Вот. Но о воскресенье, это могут быть другие дела, но, друзья мои, это оно должно быть, воскресенье должно быть тоже насыщенным у нас. И еще один момент, друзья мои, еще один момент, последний, наверное, это хотелось бы, у нас уже нету времени, по сути, чтобы размышлять дальше на эту тему, поэтому хотелось бы сейчас очень коротко, но практически привести примеры того, что действительно можно, стоит и здорово делать в субботу. Каким образом вот на практике сделать так, чтобы суббота стала более осознанной и более благословенной для тебя? Как мы уже говорили, да, нужно помнить о ней и нужно подготавливаться к ней заранее. И когда ты не будешь в нее влетать, а будешь погружаться в субботу, ты будешь ощущать, ощущать тот мир и покой, который напомнит тебе уже, даст тебе такой отблик Царствия Божьего уже здесь на земле. Когда мы будем, как уже сказано, работать усердно на неделе, чтобы суббота действительно стала для нас отрадой, когда будем творить милость в субботу, милосердие людей, и когда мы будем видеть вот эти вот лица, которым мы послужили, это будет наполнять наше сердце тоже особым миром. Я предлагаю, друзья мои, каждому из нас еще раз заранее благословение в том, чтобы заранее это сделать, выписать себе те фильмы документальные и художественные, пройтись по нашим друзьям, по всем, выписать те фильмы, которые, просмотр которых действительно он не оставит тебя пустым и который приблизит тебя к Богу. Да, друзья, может быть, кто-то скажет, как вообще пастор может призывать к такому, но я убежден в том, что на своей, по крайней мере, опыте, что фильмы, они могут быть благословением и могут сближать с Богом, если это правильное кино. Точно так же с книгами, друзья мои. Попробуйте составить список книг. Я могу поделиться топ-10 книгами, которые вас захватят, я уверен, и вы либо в аудиоформате, либо в электронном просто уединитесь и начните читать. И тогда вы после этого чтения вы поймете, как это потрясающе, что мне не нужно думать о том, ой, это же мне надо читать, а у меня дальше столько дел еще предстоит, и приходится прерываться, приходится в мыслях постоянно прерываться. Нет, у тебя есть для этого особенное время, когда ты больше можешь посвятить это для Господа. Богослужение, друзья мои, попробуйте, попробуйте в субботу встать немножечко пораньше, реально, воспользуйтесь этим преимуществом и прийти сюда хотя бы без пяти или без десяти-десять. И по стариночке, знаете, как чьи-то мамы и папы, прийти на наше место, встать и тихонько помолиться Господу. А знаете, в чем преимущество? Потому что, друзья мои, даже если вы привыкли делать иначе, то где-то там внутри совесть потихонечку, она вам напоминает, что, ну, не очень хорошо опаздывать на свидание регулярно к Творцу Вселенной. Не очень хорошо. И вы едете на служение и вроде бы такие, «Да какая Богу разница в принципе? Ну да?» Когда я приду, а внутри все равно что-то вот напоминает, ну, а было бы лучше заранее. И вы когда приходите, вот с этим ощущением вообще вас абсолютно не угрызает совесть, вы пришли заранее и насладились этим умиротворением, и вы получите благословение. Попробуйте. Я предлагаю также нам попробовать выписывать в этот день опыты с Богом, которые произошли на этой неделе. Друзья мои, они сто процентов были. Если вам было тяжело очень сильно на этой неделе, поговорите об этом с Богом, и Он покажет вам или в этот раз, или немножечко позже, какой это был опыт. То, что вы врезались в кого-то в машину. То, что вы потеряли зарплату. То, что вас опустили по карьерной лестнице. То, что от вас ушел или ушла кто-то на этой неделе. Пообщайтесь с этим с Богом, и Он вам покажет потом, через что Он вас проводит. И потом, в следующий раз, возможно, через месяц, через два, вы будете вспоминать это, посмотрите, откройте блокнотик, и посмотрите, Господи, вот мы с тобой здесь общались, я с тобой просто делился этим переживанием, а сейчас за это время я увидел, для чего это было, почему это было, и ты для меня открылся по-новому, Господи. И ты именно в этот день, посвященный для Господа, можешь это делать лучше, чем в другой, потому что тебя ничего не отвлекает. и последнее, для себя, говорю, в первую очередь, для меня маркер счастливой субботы это дети. Я сам мне так давно был ребенком, временечко, оно же так, знаете, я помню себя, я помню себя, как я ждал того, когда смогу уже побежать с пацанами, играть, моя мама старалась отчасти делать что-то так, чтобы мне было интересно в субботу, но я помню, никогда этого не забуду, я помню четко, что самая счастливая суббота, которую я реально ждал, это была та суббота, в которую мы выезжали с родителями на природу, в особенное место какое-то. И когда, тогда еще не было смартфонов, но тогда я не скучал, тогда мне было здорово, тогда я не ждал окончания субботы, мне было классно, потому что там погружался в какую-то особенную атмосферу, и поэтому, друзья, представьте, как было бы здорово, если бы хотя бы раз в месяц пускай начнем с этого, мы могли либо какой-то компанией, либо церковью в целом, либо лично поехать после богослужения на природу, уединиться, и там помечтать о вечности, пообщаться с Господом в молитве, там, на природе, друзья мои, мне кажется, мы настолько сильно недооцениваем недостаток вот этого отблеска рая за всеми этими многоэтажными домами, а люди ведь стремятся сюда, в город, им хочется здесь быть, мы привыкаем к этому всему, но я убежден в том, что это Господня воля, чтобы в этот особенный день для Бога мы могли сменить атмосферу и стать ближе с Господом там, на природе. И пускай, друзья мои, наше празднование субботы действительно будет празднованием, чтобы когда мы общались с людьми и рассказывали им теорию по Библии, мы не переживали о том, что когда Он придет ко мне домой, Он будет видеть, как мы на самом деле думаем, вот и так вот корючимся, а чтобы Его еще, чем бы себя еще так занять, чтобы не нарушить субботу и чтобы при этом вот было хорошо и радостно. Господь будет вести, друзья мои, и я верю, что Он сделает этот день царственным днем. Он сделает это таким днем в нашей жизни, после окончания которого мы ждали бы следующую субботу. И тогда тогда намного больше людей захочет идти к нам, потому что тот мир, который превыше всякого ума, Он наполнит наше сознание. И те люди, они будут хотеть присоединиться к такому миру. Для Бога нет ничего невозможного, друзья мои. Для Бога нет ничего невозможного. Он может наполнить все сферы нашей жизнью собой и субботу в том числе. Он заинтересован в этом. Сейчас, когда мы будем прославлять нашего Господа, давайте будем размышлять об этом и прославлять Его действительно, как в Его день. Давайте встанем и прославим нашего Господа. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.